Улаженные салфетки безобидны на первый взгляд вещь, но вот их упаковка сделана из пластика. Ручка тоже сделана из пластика, чуть-чуть поплотнее. А еще целлофановые пакеты, баночки от кремов и шампуней, контейнеры для еды, бутылки и многое другое. Все это тоже сделано из пластика и он является неотъемлемой частью нашего быта. Отказаться от него довольно сложно. Однако экологи-активисты и ученые считают, что такое огромное количество изделий из пластика все быстрее приближает нас к экологической катастрофе. В Барнауле все больше людей заменяют пластик на тканевые мешки, твердые шампуни и мыло и многое другое. Если и брать пластик, то только для многократного использования, говорит экозащитник Алена Шнайдер. Здесь у меня сумка, которую я использую просто как обыкновенную сумку, ношу с собой, на стою в закаянии сумки. Также в нее можно положить продукты, если я не взяла в мешочек или взяла не так много продуктов. По статистике, около 40% всего мусора пластиковой бутылки и 150 тонн пластика в год оказывается в океане. Еще век, и им будет покрыта вся планета. Пластик – это такой полимер, который создан человеком, и природа просто его не закладывала, так сказать. И она просто не в состоянии его сама переработать. Получается, что он существует, и он не разлагается, как, допустим, холщовая сумка. Она просто разложится, из нее можно сделать удобрение или компост. А пластик, он так и останется, будет разлагаться на протяжении 500 лет. Пока в России предлагают отказаться хотя бы от одноразового пластика, самого дешевого и вредного. Он содержит бисфенол-А, вещество, провоцирующее болезни как у животных, так и у человека. Мы можем легко отказаться от пластиковых пакетов, которые как фасовочные, от обычных пакетов, от стаканчиков для кофе, потому что они тоже внутри с пластиком покрыты. И это легко заменяется обычной термогрушкой, термостаканом от одноразовых бутылок с водой. Это тоже можно легко заменить термосом. Если больше 80% россиян поддерживают Гринпис, то власти нет. В Минприроды страны считают, что отказ от одноразового пластика лишит работы сотни человек. Взамен политики предлагают обязать производителей пластика оплачивать его утилизацию и переработку, ввести налоговые льготы для перерабатывающих заводов и тех, кто регулярно сдает пластик в пункты приема. Но пока это только концепция, и несколько алтайских компаний, производящих пластиковую продукцию, отказались даже говорить на эту тему. Тема экологии захватывает все большее количество людей, поэтому производителям приходится подстраиваться и искать аналоги вредным материалам. Это касается и пластика. Например, моя бутылка для воды состоит из тритана. Это альтернативный вариант пластика без вредных примесей, который не вредит организму и быстрее разлагается. Но стоит она достаточно дорого, поэтому если вы хотите войти в тему экологии более плавно и бюджетно, стоит начать с самого малого, с раздельного сбора мусора. Полина Жданова, Николай Шелко, День с толком.